Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Сегодня мы с вами обсудим такую тему, как сколько сахара должно быть с виноградной ягодой для приготовления вина. Прежде чем мы приступим к нашему разговору, такое маленькое лирическое отступление. Возможно, в процессе ролика будет несколько меняться резкость. К сожалению, камера подводит все, она уже отработала свой ресурс, оперативно ее починить, либо поменять не предоставляется возможным. Поэтому, надеюсь на ваше понимание. Итак, когда мы задаем себе вопрос, какой же уровень сахара должен быть в виноградной ягоде, у нас должно быть четкое понимание. А какое вино мы хотим получить? Что такое сахар? Это потенциальный спирт в вине. Соответственно, если мы хотим получить тонкое, элегантное вино, мы не гонимся за алкоголем, мы можем работать с более низкими значениями. Особенно, если речь идет о светлой ягоде. Неважно, будем мы делать ее по красному способу, либо по белому. Будет отдельный ролик, где я расскажу о нюансах обращения с белой ягодой. Так вот, если мы делаем вот такое тонкое, легкое вино, то мы можем начинать работать и примерно с 17. Если же мы хотим плотное вино, насыщенное, такое тонинное, а еще может быть с остаточным сахаром, то тогда уровень сахара в ягоде должен быть большой. Вот прям очень большой. Мы поговорим еще чуть позже о конкретных цифрах. То есть первое, на что мы должны опираться, это что мы хотим получить в итоге. Раз. Второе. Уровень сахара будет говорить об определенной степени зрелости ягоды. Есть отдельный ролик, что такое техническая и фенольная зрелость. Ссылку я оставлю. Кратко, ну кратко здесь поясню. Смотрите, если виноград набрал определенный уровень сахара, это не говорит, что он уже готов для вина. Это говорит о том, что он набрал определенный уровень сахара. Для некоторых типов вин нам этого может быть достаточно. Второй вид зрелости у винограда, это фенольная зрелость, когда его ароматические вещества уже полностью готовы. Это больше касается красной ягоды и красных вин. То есть, с одной стороны, сахар – это хорошо, но мы должны опираться еще и на другие критерии. В производстве используют еще третий параметр – это кислота. То есть в вине, в сусли, в винограде должен быть определенный уровень сахара и кислоты. Это обязательно. Но в домашних условиях никто из нас этого измерять не будет. Хорошо, если мы сахар померим. Уже этого, скажем так, будем достаточно. Поэтому сильно я этой темы не касаюсь. Я вам просто говорю о том, что это должно быть. И теперь немножко поясню на конкретных примерах. Смотрите. Вообще, если посмотреть книги по технологиям, по крайней мере, русских авторов, то в большинстве своем фигурирует магическая цифра 17. От 17% сахара уже можно с виноградной ягодой работать. Но буквально минуту назад я вам сказала, что если мы хотим легкое, тонкое вино, пожалуйста, мы с 17% можем работать. Если мы хотим игристое, мы с 17% можем работать. Если мы хотим вино с остаточным сахаром, да, как многие любят сладенькое, ребят, какие 17%, там должно быть выше 20%, ну, чтобы это действительно было хорошо и вкусно. 17% для таких вин – это ни о чем. Даже если мы там применим досыпание сахара, применим спиртование, все равно это не то. Опять же, я вам говорила буквально пару минут назад о фенольной зрелости. То есть если мы хотим сладкие вина, насыщенные, плотные вина, то у нас там должен быть не только сахар. И это, ну, вообще не только сахар, это все, это концентрация всех ароматических веществ. Если мы хотим делать такие вины, значит, мы должны вырастить такую ягоду. Если у нас не получается вырастить такую ягоду, ну, у нас есть еще варианты, например, увяливания, чтобы все это сконцентрировать, повысить уровень сахара. У нас есть вариант нагревания ягоды, опять же, чтобы повысить уровень сахара и в том числе уменьшить уровень кислоты. То есть мы можем применить еще какие-то технологические приемы, но досыпание сахара, вот я каждый раз говорю, что это не лучший вариант. И вообще не вариант, особенно когда у вас, простите, ягода 15, а вы хотите сладкое вино. Все, эта ягода не для такого вина. И буквально вот недавно такой был комментарий тоже там про досыпание сахара. У меня вообще все кислое, ягода 15. Ну, извините, если кислое, ягода 15, все это, это ягода вообще не для вина. Она у вас зеленая. И ничего хорошего с нее в принципе не получится. Возможно, перегонка. Других вариантов нет. Теперь, как нам измерять вот этот самый уровень сахара? Для этого есть вот такой замечательный прибор-рефрактометр. И всем виноделам, в том числе и начинающим, я очень рекомендую его приобрести. В интернет-магазинах он продается, на китайских сайтах дешевле, на местных сайтах несколько дороже. Но вот эта штука вам очень сильно облегчит жизнь. Потому что на вкус уровень сахара не определите. Это могут сделать только профессионалы, которые давно работают с определенными сортами, которые всю жизнь пробуют эту ягоду, и они уже знают. В остальных случаях то, как мы ощущаем сахар, это баланс сахара и кислоты. Если кислоты мало, то даже ягода 17 нам будет казаться, о, она, в общем-то, сладкая. Если кислоты много, вот пару лет назад мы со старшей дочкой делали такой эксперимент. Мы вот просто брали ягоду, пробовали, ну и примерно говорили о том, какой уровень сахара, дальше проверяли на рефрактометре. И вот был интересен пример с мукузани. Попробуем, нет, ну вообще кислая там 17-18 от силы, меряем 25. Понимаете, на этом начинающие виноделы обжигаются. Вот им кажется, что вот ягода кислая, она на самом деле не кислая. Ну и наоборот. Ягода может быть вообще не сладкая, в принципе, там все размылось, но там нет кислоты. И вам она может казаться сладкой, а по факту там 15-16 сахара. Поэтому обзаведитесь таким прибором. Есть более бюджетный прибор для измерения сахара, такой стеклянный поплавочек. Но чем он неудобен, он измеряет в сусли, в соке. То есть нам надо взять хотя бы гроздь, ее отжать, только тогда мы сможем посмотреть. Вот эта вещь позволяет смотреть по капельке с одной ягоды. И как мы проверяем? Вот мы подошли к кусту. В грозди возьмите несколько ягод. Возьмите сверху, возьмите снизу. Потому что уровень может быть разный. И еще, смотрите, как правило, могут быть исключения, но когда мы меряем сахар в единичных ягодах, то уровень сахара в сусли будет на процент ниже. Примерно. Иногда может быть на 2. Опять же, в зависимости от того, что у вас солнечная сторона и теневая. Ягоды более созревшие, менее созревшие. У некоторых сортов, буквально, вот тоже недавно я выпускала ролик про зеленый сбор, и показывала, что на одном кусте уже одни грозди полностью окрасились, а вторые еще совсем зеленые. Если мы их не убираем, потом, когда они все равномерно окрашиваются, мы не определим, какая из них более зрела, какая нет. И в сусли у нас может быть и на 2% ниже уровень сахара, чем в единичной ягоде. Поэтому имейте просто это в виду. Дальше. Я уже сказала, что для белой ягоды, в принципе, нам важнее, нужный нам уровень сахара. Для красной ягоды, если мы любим красные вина, такие бархатистые, насыщенные, нам очень важна фенольная зрелость. Смотрите, что бывает, вот в южных регионах, бывает, что уровень сахара опережает вот эту самую фенольную зрелость. И у вас уже ягода очень сладкая, а косточка еще не созревшая. Это не очень хорошо. Если мы там пару дней будем держать на мезге такой виноград, да, и делать такое, ну, достаточно легкое вино, в принципе, можно с этим работать. Если же мы хотим, вот прям, ну, опять же, насыщенное, да, тонинное вино, то обязательно мы должны дождаться наступления фенольной зрелости, потому что только так мы получим вкусное вино. Если мы сделаем, как бы, из недозревшей ягоды, хотя сахар вроде бы есть, да, там будут неприятные такие травянистые тона, овощные тона, что, ну, не совсем хорошо. В северных регионах часто бывает наоборот. Когда у нас косточка уже созрела, а нужного уровня сахара нету. Почему вы можете не быть? Не хватает солнца, не хватает тепла. Это раз. А второе – дожди. Вот наша большая проблема – это дожди. Они этот самый сахар размывают. И смотрите, опять же, какой нюанс. Вот мы видим, косточка коричневого сахара нам не хватает. Снимать или не снимать ягоду? Первое – мы должны смотреть в будущее и понимать, какая погода. Если у нас там в ближайшей перспективе, недель-двух, обещают дожди, низкие температуры, то чудо не случится. И такую ягоду имеет смысл снимать и уже дальше как-то думать, как с ней работать. Если будет хорошая солнечная погода, хотя бы сухая, может быть, и не шибко теплая, но все-таки не будут дожди, то можно такую ягоду еще и поддержать для поднятия этого самого уровня сахара. И хотя есть теория, что при определенных условиях уже уровень сахара не поднимается, но по факту на практике поднимается. Поэтому есть смысл подождать. Но, опять же, мы должны усчитывать еще и состояние ягоды. Если вдруг она у нас трещит, если вдруг она у нас подгнивает, то оставлять ее на кусте, для того, чтобы она там и закончила свою жизнь, не имеет никакого смысла. То есть это мы тоже должны учитывать. Второй момент. У нас, опять же, фенольная зрелость наступила, косточка у нас созрела, прошли дожди, сахар размыли. Что мы делаем в таком случае? В таком случае, опять же, мы смотрим на погоду. Если погода нам позволяет еще держать ягоду на кусте, то мы ее, конечно же, держим. Если погода не позволяет, то да, у нас есть два варианта. Первый – это шептализация, то есть досыпание сахара. Каким образом? Опять же, мы меряем тот сахар, который у нас есть. И вот в данном случае, даже если у нас будет условных 15, ну, мы понимаем, что фенольная зрелость наступила, у нас коричневая косточка, да, то с таким, ну, с такой ягодой можно работать. Конечно, досыпать сахар не идеальный вариант. Сейчас, через минутку по расчетам подскажу. И лучше было бы, ну, что стало причиной такого низкого сахара? Вода. То есть в идеале ягоду подвялить. Понимаете, мы концентрируем, да, мы уменьшаем количество будущего вина, но мы при этом получаем классное вино, не разбавленное водичкой, да, а качественное, хорошее вино, где будет нужный уровень сахара и нужный уровень ароматических веществ. Да, это муторно, да, это надо что-то придумывать, да, это надо где-то этот виноград раскладывать. Но вот каждый раз, когда я рассказываю про виноделие, я вам говорю, что вы же это делаете для себя. Мы для себя стараемся приготовить там вкусное мясо, да, вкусные блины, вкусную выпечку. Почему с вином не так? Почему вот для себя вино делается какая-то жижа? Ну, понятно, что не всегда есть возможность, да, опять же, там где-то ягода потрещала, мы понимаем, что она будет загниваться, но нет у нас возможности ее подвялить. Это один вопрос. Но если есть, почему не попробовать? Такая вот информация к размышлению. Дальше, как добавляем сахар? Значит, с ролика в ролик повторяю. Уровень сахара, который мы намеряем вот этой штукой, мы умножаем на 0,55. Получаем потенциальный уровень спирта. Считаем, сколько спирта нам не хватает. И в зависимости от этого добавляем нужное нам количество. 17 грамм сахара на литр дают повышение спиртозности на 1 градус. Вот сейчас на экране вам пример полных расчетов. Также под роликом, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на калькулятор. Потому что часто вы спрашиваете, а вот у меня столько, а сколько мне добавить? Друзья, я за вас считать не буду. У меня нет на это ни времени, ни простите желания. Это элементарные вещи. Но кому сложно, пожалуйста, есть калькулятор, под роликом ссылку оставлю, пользуйтесь. Теперь информация для тех, вот кому вообще ничего не понятно. Можно работать, не можно. Ну, вы не понимаете, да, не понимаете с этой косточкой, что да как. Возьмите ягоду и хорошенько ее рожуйте. И задайте себе вопрос, что вы чувствуете, какие вкусы. Если вам ягода приятна, мы отметаем кислоту. Кислота может быть на вкус высокий, и это нормально. Сахар, да, можем чувствовать, можем не чувствовать. Это тоже нормально. Ориентируемся на другие вкусовые ощущения. Чего не должно быть, да, это травяных тонов, посленовых тонов. Если кто-то не знает, что такое посленовый тон, вкус зеленых помидор, чего-то еще такого неприятного, значит, в принципе, с этой ягодой можно работать. Если вот эти тона вы почувствовали, ну, это ягоди еще рано. Это говорит о том, что она не дозрела. В большей степени, опять же, это касается красной ягоды, ну, и в белой тоже может быть. То есть, вот, особенно шкурка. Пожевали, есть неприятные тона таки, не кислота, а именно во вкусе, в аромате. Значит, такой ягоде еще надо повисеть. В случае, если, ну, не получается, да, вот опять же, мы говорим о погоде, о санитарном состоянии ягоды. Мы понимаем, что она трескается, она гниет, надо ее снимать. Да, мы тогда с ней работаем, но не держим долго на мозге. Вплоть до технологии по белому, если ваше оборудование позволяет. Если не позволяет, то буквально там, пару дней просто, чтобы нормально можно было сок отделить, все, с этим работаем. Теперь для закрепления наших знаний, чуть больше конкретики. С одной стороны, я вам сказала, что можем работать от того уровня сахара, ну, в зависимости от того, чего мы хотим получить, какой уровень спирта. Но, тут тоже есть нюансы. Если мы любим легкие, тонкие вина, то там большой спирт не нужен. Вообще, вино, это гармония спирта, ароматических веществ и кислоты. Вот это таких три кита, на котором держится вкус вина. Так вот, хотим тонкое, легкое вино, можно работать с более низким сахаром, начиная от 17. Если же мы хотим вино плотное, насыщенное, такое вот, прям ядрененькое, да, то там уровень спирта должен быть выше. Белая ягода, еще раз повторю, тоже с 17 можно начинать. Но, если мы хотим делать такое, плотное белое вино, ну, это уже не белое будет, это будет оранжевое вино, оно делается по красному способу, выдерживается на мизге, то тогда уровень сахара, конечно, должен быть выше, там можно и 20, и 22, и 25. Хотим вино с остаточным сахаром, вот 25, а можно и выше. Вот тогда мы получаем и нормальный уровень спирта, и нормальный уровень сахара, и нормальный уровень ароматических веществ. Да, делая вино с остаточным сахаром, полусухие, полусладкие, конечно, можно их спиртовать, да, если есть в том необходимость. Но все равно, изначально для таких вин должен быть высокий уровень сахара. В идеале, в идеале, все-таки, вот, если мы хотим полу чего-то, да, Если легкое, особенно игристое, можно работать от 17. Касательно красной ягоды, опять же, та же зависимость, если мы немного держим на мизге, мы любим тонкие вина, вот я, например, я ненавижу тоненькие вини, я от них плююсь, мне не нравится, вот магазинные вина мне не нравятся, казалось бы, там более тонкие, пиненуары, мерло, мне не нравятся, у меня ощущение, как будто я отвара дубовой коры попила. Если я хочу вот этих грубых тонинов, да, то я пойду и заварю себе дубовую кору, то есть я люблю тонкие вина и спирт, я очень сильно чувствую в вине, поэтому я с удовольствием работаю с низким уровнем сахара, ну, мне так нравится, и мне не нужен спирт, я вино делаю для другого, да, для удовольствия. Но если вы любите именно насыщенные, плотные вина, ну, вам такие нравятся, у вас такой вкус, это абсолютно нормально, что все мы разные, то красные, ну, 20-22. Вот это то, с чего можно начинать, как бы, то, что будет хорошо для получения хорошего результата. Мускаты 22. Вот там однозначно 22. Почему? Потому что уже опытным путем доказано, что именно при уровне сахара 22 в мускатных сортах как бы самый пик вот этих ароматических веществ. Когда выше поднимается сахар, там уже, ну, кое-что начинает разрушаться. Ниже тоже оно не добралось. То есть, мускаты, ну, 22, это идеально. Ну, тоже мы понимаем, что мы это с вами не в идеальных условиях, да, где-то может не добрать, где-то может сахар размыть, где-то, ну, поднялось больше. Ну, поднялось больше, поднялось. Ничего, будем работать с тем, что есть. То есть, вот ориентировочные цифры такие, но повторю, но повторю еще раз, если у нас уровень сахара ниже 17, да, то мы задаем вопрос, почему? Ягода еще не дозрела, да, вот чувствуются эти неприятные тона, большая кислота, там, и все на свете, ну, с такой ягодой нет смысла работать. Либо у нас все размылось. Если у нас все размылось, да, помним, что можно с этим поиграться. Опять же, если ягода не дозрела, но, ну, там, к примеру, высокая кислота, ну, в принципе, во вкусе вот этих вот сильной травы нету. Тогда день-два при выдержке 40-45 градусов, тоже есть отдельный ролик на эту тему, можно повысить уровень сахара от 2 до 4 процентов раз за счет сгорания кислоты. Кислота в сахар переходит, грубо говоря, убиваем двух зайцев и можем уже, ну, получить более-менее уровень сахара, с которым можно работать. Да, муторно, тем не менее, опять же, это нормальный способ получения хорошего вина, да, и улучшения его качества. Ну, а если вот совсем там и сахар низкий, кислота высокая, и травянистые нотки, то, повторяю еще раз, это не виноград для вина, и работать с ним не имеет смысла. На перегонку возможно, не знаю, я не спец в этом, но знаю, что для перегонки уровень сахара не так важен, а важна кислота. Если ее много, это как бы и хорошо. Поэтому, вот такой вариант, а вообще, если у вас, например, с года в год такое сырье, то есть смысл задуматься, что вы что-то делаете не так. Либо у вас неправильно подобран сорт, либо вы не умеете за ним ухаживать. Ну, либо все вместе. И опять же, имеет смысл задуматься, зачем мучиться, если можно немножко приложить усилий и сделать хорошо. И давайте все-таки стараться максимально работать с хорошим сырьем. Ну, и также помним, чем менее у нас зрела ягода, тем меньше мы ее держим на мезге. Вплоть до использования технологии по белому. Независимо от того, какая это ягода по цвету, белая или красная. И еще напоследок напоминаю, что сахар кислоту не забивает, он ее не нейтрализует и не устраняет. Он может ее частично маскировать для ваших вкусовых рецепторов. Но только частично. Если кислота высокая, то никаким сахаром вы ее не забьете. Но есть хорошая новость. С ней можно, нужно работать. Можно получить хороший результат. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на другие полезные видео. Ссылка на каталог наших сортов и наши контакты. До новых встреч!